Ну, сегодня все знают, что сегодня последний день уходящего еще одного очередного трудного года. Поэтому сегодня мы собрались поздравить друг друга, поздравить всех россиян, поздравить хабаровчан отдельно, поступающим на Углубь. Ольга, даже в праздник вы пришли на площадь покормить голубей. Расскажите, почему вы не остались сегодня дома? Ну, во-первых, у меня сегодня была возможность, я сегодня выходная, ну и просто потому, что я хочу поздравить всех людей с наступающим Новым Годом, чтобы у всех был достаток, было здоровье, было счастье в семье. Ну, подождите. У нас еще один год прошел, чудовищный год. К сожалению, все это продолжается, кровавая бойня. Что я хочу сказать? Людям нужно жить только надеждой и мечтами. Даже вот этот злодей Ленин и то, его называли кремлевский мечтатель. Он мечтал все-таки о хорошей жизни. Хотелось бы, чтобы в школу приходил на Новый Год Дед Мороз не в камуфляже, а в своем наряде, с посохом, а не с винтовкой, с мешком, подарков, а не гранат. И чтобы все было по-настоящему. Хочу всем пожелать самого запретного сейчас. Это мира. Пусть меня посадят, но я желаю мира. И, конечно, в любом случае мы и в этом году будем поддерживать и Сергея Ивановича Кургала, и всех, кто с ним оказался в застенках. Здоровье, мужество им, терпение им, их родным, близким. И мы, конечно, не оставим этих людей, потому что мы верим, что правосудие все-таки наступит. И мы верим и ждем освобождения Сергея Ивановича и всех, кто с ним находится в заключении. И отдельно я хочу поздравить все-таки нашего президента. Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, здравого ума и хорошей памяти. Я хочу, чтобы он вспомнил то, что он обещал россиянам. Я хочу, чтобы он наконец-то с здравым умом принял правильное решение. Ну и, наверное, освободил место с другим, поэтому это будет, наверное, правильное решение, когда он выйдет и скажет своим россиянам, я устал, я ухаживаю. Поэтому еще раз всех с Новым годом, здоровья, счастья, будьте любимы и любители.